Здравствуйте! Дела, как всегда, не очень. Снова публикую номер карты Сбера. Если у кого не очень, со Сбером есть Тиньков и ссылка на карту Юмани. Ещё раз спасибо за поддержку. Она, как всегда, кстати, независимость. Она, как я уже говорил, не только дорогого стоит, но и обходится недёшево. В Москве вчера началась зима. На Донбассе, конечно, малость потеплее, но я с ужасом думаю о тех, кто в окопах. Наверное, скоро придётся собирать гуманитарку. Варежки, шапочки, прочую мелкую амуницию. Итак, сначала без комментариев. Лидеры G20 одобрили итоговую декларацию саммита в Индонезии. Шесть автомобилей получили повреждения из-за взрывов в районе Фатих в Стамбуле. Директор ЦРУ 15 ноября провёл в Киеве встречу с Зеленским, ну, видимо, сразу после переговоров с Шуваловым. В аэропортах Москвы ввели максимальный уровень угрозы совершения терактов. Логистический партнёр Макдональдс Heavy Logistics уходит из России. В Италии египетский кондитер убил бывшую жену, беженку с Украины. Интересно живут люди. А теперь подробно. Польша получила повод объявить войну России. Поглядим, как воспользуются. На границе Польши с Украиной упали две ракеты. Есть погибшие. Об этом сообщает радио ЗЭС со ссылкой на неофициальные источники. По данным радиостанции, инцидент произошёл в районе населённого пункта Пшевудов в Люблинском воеводстве, которое находится недалеко от границы с Украиной. Мы получили сообщение о взрыве на Сушильном дворе. Два человека погибли на месте. Приводится в материаль слова пресс-секретаря окружного штаба Государственной противопожарной службы старшего капитана Марцина Лебедовича. В польское радио Люблин сообщает, что инцидент Пшевудове произошёл около 15-40 на перегрузочных весах, куда заезжают трактора с грузами. Эту информацию радиостанции также подтвердили в местной полиции. По предварительным данным, трактор, который въехал на весы, внезапно взорвался. В результате погибли двое работников зерно-сушилки. Минобороны России назвало провокацией заявление польских СМИ официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшевуду. Ударов российскими средствами поражения рядом с украинской-польской границей не было. Об этом заявили во вторник в Минобороны России. «Заявление польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении российских ракет в районе населённого пункта Пшевуду является намеренной провокацией в целях экскалации обстановки». Черт знает, как они пишут. «Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границ российскими средствами поражения не наносилось», заявили в ведомстве. Как подчеркнули в Минобороны России, опубликованные польскими СМИ с места происшествия фотографий и обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Но я бы добавил, что в тот же день при обстреле города Шибекина в Белгородской области погибли два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительной информации, цитата, «в результате вечернего обстрела города Шибекина есть двое погибших и трое пострадавших», написал он в своём телеграм-канале. Гладков уточнил, что на место происшествия отправили бригаду скорой помощи. Кроме того, глава округа оперативной службы проводит по домовой обход территории. Позже губернатор уточнил, что пострадавшими оказались 35-летний мужчина, а также две женщины в возрасте 37 и 80 лет. Но это никого не волнует. Россия же сторона конфликта, значит, женщины в возрасте – это законные цели. Но ведь и Польша, по сути, сторона конфликта. Польские военнослужащие и добровольцы в массовом количестве воюют на Украине против России. Через Польшу идёт львиная доля поставок вооружений и военной техники. У Польши был выбор не ввязываться в чужой конфликт, как не ввязываются, допустим, в Венгрии или Словакии. Но, как и в войне в Ираке, Польша проявила инициативу. Казалось бы, что за дело было полякам до Ирака? Но до Украины какое дело? Теперь по фактам. Отближайшие точки, откуда территории Украины могут запустить ракету российские войска, долюблено где-то 900 километров. Могли ли, уничтожая украинскую инфраструктуру в глубине территории, промахнуться? Могли, извинить, ненарочно. Могли украинцы спровоцировать конфликт? Могли, не впервой. Могли сами поляки, да тоже. В Орловской области заявили о подрыве нефтебазы беспилотникам. Беспилотник, предположительно, подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области, рассказал губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале. Атака произошла около четырех утра. Пострадавших в инциденте не отчастном месте работают все оперативные службы, подробности выясняются. Напомним, что в последнее время вооруженные силы Украины участили атаки по объектам в российских приграничных регионах. 15 ноября секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что украинские войска стали чаще производить обстрелы российских населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотников, которые поставляют страны НАТО Киеву. Но позволю себе заметить, что Орловская область не граничит с Украиной, в том и особенность ситуации. То есть все эти средства поражения, которые перечислил Патрушев, уже работают по внутренним регионам России. И мне, как гражданину, хотелось бы знать, что Совет Безопасности, какое верное название, намерен предпринять, чтобы ударов по территории России не наносили. Или это тоже было все заложено в план спецоперации? Ведь у нас все по плану. Ракета СЛС стартовала с космодрома в США в рамках лунной миссии «Артемис». НАСА осуществила запуск сверхтяжелой ракеты-носителя «Спейс Лаунч Систем», тот самый СЛС, с кораблем «Орион» в рамках первого этапа лунной программы «Артемис». Старт ракет состоялся с площадки космического центра имени Джона Кендеди в штате Флорида. Как ожидается, беспилотный полет космического корабля продлится 26 дней. «Артемис» должен совершить два витка вокруг Луны, затем вернуться на Землю и приводниться в Тихом океане. На борту «Артемис» будут находиться три манекена, которые их используют, в частности, для измерения уровня радиации во время полета. «Артемис» включает в себя три этапа. Первый – вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя СЛС корабля «Артемис». Который в беспилотном режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй – это опоблет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе, в 1925 году, НАСА рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 30-х годов. Опять вспомнил старый анекдот про Гагарина, который звонит с того света. «Ну как потомки, пойдешь на Марс, слетали? С кем? С кем пленными меняетесь?» Рабство под предлогом помощи. Жительница Великобритании Ханна Деббенхем, приютившая беженку с Украиной и впоследствии обвиненная ей в рабском отношении, рассказала таблоиду Daily Mail, что пережила по вине украинки настоящий кошмар. 36-летняя украинка обвинила предоставившую ей кровь Геббенхем в том, что ее использовали как рабыню и нянь для детей на полный рабочий день за небольшую и нулевую плату под видом схемы для украинских беженцев. Полиция начала расследование, однако из-за отсутствия доказательств его прекратили. 36-летняя беженка из Веницы должна была за 200 фунтов в месяц, всего несколько дней в неделю выполнять обязанности няни для сына британки. Вашу мать! 200 фунтов в месяц – это что, не рабский труд? 12 тысяч рублей в месяц – это и в Москве зуб на полку. Что уж говорить про Лондон-то с его дороговизной. Помнится, давно-давно возвращались мы с Борисом Кагарлицком, известным политологом, на машине, а, да, забыл, иноагентом, на машине с Европейского форума в Италии. И вот где-то в горах, в небольшом местечке на несколько всего домов остановились вот выпить по чашке кофе. И вдруг неожиданно к нам по-русски обращается женщина в Италии, в горной глуши по-русски. Впрочем, она нам удивилась еще больше. Три года, говорит, русской речи не слыхала, прям как в сказке. Оказывается, врач-педиатр откуда-то с западной Украины работает сиделкой у итальянской бабушки. Там же неходячие родственники оставили ее в загородном доме на попечение. И, в общем, хорошее попечение. Дипломированный врач за деньги африканского гастарбайтера. Около 250 долларов в месяц они ей платили. Плюс, естественно, полный пансион, ну, только готовить и себе, и старушке. Ну, говорит, еще очень хорошие условия. Другие, бывает, живут в подсобке какой-нибудь, кормятся объедками и так далее. Дешевая рабочая сила. Никого не смущает. Бег. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация с людьми, которых привязывали к столбам в Херсоне, демонстрирует человеконенавидческую идеологию Украины. Ну, понятно, цитировать Захарова в дурной тон. Но уж соглашаться с ней вообще. Ну вот скажите, 115 тысяч бежавших из Херсона только по официальным данным. Это что? Бежали под обстрелом украинских освободителей. Бежали на каких-то левых катерах, когда переправу уже закрыли. Это что? Наверное, было от чего бежать, а? Причем 115 тысяч кровавых убийц – это как-то многовато. То есть бежали не виноватые ни в чем люди от массовых репрессий. Это я культурно выражаюсь. Я такие вещи в Азии видел, но на Украине не ожидал. И ведь бегут люди в реальном ужасе. Знают, чего ждать от соплеменников-то. Понятно, что бегут без особой надежды вернуться и бегут в никуда. Никто их в России не ждет, никто им здесь помогать не станет. Это я уже по опыту работы с политэмигрантами с Украины знаю. То есть бегут, понимая, что это нищета на всю оставшуюся жизнь. Скорее всего и бездомность. Но оставшуюся жизнь все же хочется сохранить. После выхода из Афганистана в СССР бежало около 140 тысяч афганцев. Жили десятки лет без гражданства, без постоянного жилья. Генералы торговали на вещевых рынках, губернаторы пасли скотину. А тут из одного некрупного города почти столько же. Правда, граждан РФ. Собственно, в этом их главная вина перед незалежной. Ну и главная беда тоже.